Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Директор предприятия есть только на крупных военных заводах. Подобное оборудование, по словам директора предприятия, есть только на крупных военных заводах. Установка машины поможет не зависеть от других производителей и продавать продукцию на международных рынках. А на предприятии «Молот оружие» запустили серийное производство карабинов «Егерь». Эта модель – собственная разработка конструкторского бюро завода. Планируется, что первая партия новой линейки охотничьего оружия будет выпущена уже в апреле. Программа Экономика. На директор управляющей компании Ленинского района возбуждено дело. Его подозревают в коммерческом подкупе. По версии следствия, директор управляющей компании в период с марта по апрель 2017 года попросил 700 тысяч у руководителя одной из организаций. За это обещал, помимо прочего, подписать договоры на установку и обслуживание общедомовых приборов учета, находящихся в виде неуправляющей компании Ленинского района. Первую часть суммы он получил 19 апреля и был задержан. Сейчас решается вопрос о его аресте. Экономика. На 101 АФМ. Число работников Кировского машзавода 1 мая увеличат до 1000 человек. Сейчас там работают 800. Александр Чурин, генеральный директор завода «Сельмаш», сказал, что новых работников наберут до конца года. Пишут бизнес-новости в Кирове. Ранее «Сельмаш» заявил, что погасит долги машзавода 1 мая, а это 58 миллионов рублей, включенных в реестр требований кредиторов. Напомню, в марте сообщалось, что Кировский машзавод 1 мая возобновил работу после остановки производства в декабре 2016 года. К другим новостям. Кировчане стали чаще брать кредиты. Регион вошел в пятерку лидеров по темпам выдачи потребительских кредитов в стране. Таковы данные исследования Национального бюро кредитных историй. За три месяца 2017 года рост выдачи кредитов составил 43% по сравнению с первым кварталом 2016. Выше этот показатель только в Мурманской области, Пермском крае, Удмуртии и Самарской области. В целом по стране в первом квартале 2017 года количество выданных кредитов выросло на 27%. Андрей Бавилов составил рейтинг барьеров для развития бизнеса. Об этом сообщается в ежегодном докладе уполномоченного по защите прав предпринимателей. В одном из его разделов называются факторы, мешающие работе бизнесменов. На первом месте в списке сложные бюрократические процедуры, обязательные для предпринимателей. На втором нестабильный курс рубля. Также среди основных факторов неопределенность экономической ситуации, высокий уровень налогообложения, высокий процент по кредитам, теневая экономика. Список составлен на основе мнений предпринимателей. В опросе приняли участие 30 кировских бизнесменов. Экономика на 101 ФМ. В Кирове будет оборудовано 66 мест для сезонной торговли. Точки, включенные в схему сезонных НТО, начнут работу с 1 мая. В мэрии уточнили, что места разыграли на аукционах. Это 54 места по продаже мороженого, безалкогольных напитков, в том числе кваса. В 8 местах будут продавать сувениры. В 4 откроют летние кафе. Торговые объекты будут в наиболее проходимых местах. В крупных парках на центральных улицах и в районе железнодорожного вокзала. Они должны быть оборудованы соответствующим образом, а продавцы иметь униформу, бейдж и ряд документов. Экономика. Напоследок несколько цифр. 11 миллионов в месяц зарабатывает самый богатый депутат ОЗС и 141 миллион самый богатый депутат Гордумы. На одну вакансию в Кирове претендует 7 специалистов. Промышленность переносит в бюджет региона каждый второй рубль. Доллар сегодня 56 рублей 97 копеек. Евро 62 рубля 17 копеек. Мария Кожевникова. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». На 101 ФМ.